Здравствуй, дорогой друг! Сегодня я прочитаю тебе китайскую народную сказку, которая называется Король леса. Однажды крадущийся в тени деревьев тигр встретил лиса, выходящего из норы. Тигр усмехнулся, он прыгнул и схватил лиса за хвост. Отпусти меня, взмолился лис. Как ты смеешь набрасываться на короля леса? Тигр опешил. Что за глупости? Как ты можешь быть королем леса? Я самый настоящий король, заявил лис. И я настолько могущественный, что все звери боятся меня. Но если не веришь, пойдем со мною, я тебе докажу. Тигру стало любопытно. Он выпустил лиса и последовала за ним. Они жли вдоль реки, и олень, встретив их, в панике убежал вглубь леса. Видишь, я же говорил, сказал лис и пошел дальше, ну а тигр молча последовал за ним. В дороге они натолкнулись на семейство свиней, которые искали коренья. Заметив их, свиньи громко завизжали и кинулись на утек. Видишь, я же говорил, опять сказал лис и пошел дальше. Ну а тигр молча последовал за ним. Вскоре они встретили мартышек, те мирно обедали под деревом. Едва завидев тигра и лиса, они в ужасе забрались на дерево. Ну что, убедился? Спросил тигра лис. Все животные боятся меня? Удивительно, но это так. Все животные и правда боятся тебя, и я видел это своими глазами. Вероятно, ты действительно король леса. Пожалуйста, извините меня, ваше величество. Я прощаю тебя, важно произнес лис, но надеюсь впредь это не повторится. Тигр поклонился и махнув огромным хвостом, исчез в тени деревьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова